Это Ford F-150 Raptor 2017 года. Это внедорожный пикап, который стоит почти 65 тысяч долларов. И в отличие от большинства пикапов, вы не сможете получить на него скидку. Я одолжил его у зрителя здесь, в Филадельфии, чтобы выяснить почему. Планируешь покупку Ford F-150? Заходи на вторую, там есть много выгодных предложений. Самая очевидная причина, по которой Raptor настолько дороже обычного F-150, который стоит от 27 тысяч долларов, это его внешность. Взгляните на эту тачку, это мощные мускулистые расширенные крылья спереди и сзади. Это огромная решетка, на которой написано Ford огромными буквами, чтобы вы точно знали, что там за вами едет. Эти полувнедорожные шины, эти специальные колеса, это необычные F-150. Но не только стиль и дизайн делают Raptor стоящим своих денег. Причина еще и вот здесь. Старый Raptor оснащен огромным 6,2-литровым V8. И когда Ford анонсировали, что у нового будет только V6, это вызвало коллективное разочарование в мире пикапов. Коллективное разочарование имело место быть. А потом они анонсировали, что у него будет 450 лошадиных сил и 690 ньютон-метров крутящего момента. Это на 40 лошадиных сил и на 108 ньютон-метров больше, чем у предыдущего Raptor. Благодаря этому и новой 10-скоростной автоматической трансмиссии, первой в индустрии. Эта тачка разгоняется с нуля до сотни за 5,3 секунды. 5,3 секунды на огромном пикапе. И на дорожные показатели не единственная сильная сторона Raptor. Если почти все остальные внедорожные версии пикапов обычно получаются путем добавления каких-то толстых шин и кучи наклеек сбоку, на которых написано All Terrain, то эта тачка серьезно подготовлена для дальнего заезда в бездорожье. Да, здесь есть некоторые косметические улучшения и толстые шины, но также здесь есть и усиленная рама, чтобы помочь справиться с внедорожным издевательством. И усиленная система подвески с 35 сантиметрами хода, защита днища, дифференциал повышенного трения, понижайка. Поэтому этот пикап привлекательный мускулист, он мощен, он быстрый, еще весьма хорош на бездорожье. И мы еще не дошли до крутых фишек и особенностей Raptor. Как, например, эти маленькие оранжевые фонари на решетке, которые придают Raptor у его характерный угрожающий вид. Вы сразу поймете, что там за вами едет, когда их увидите. Правительство требует наличия оранжевых фонарей на любом грузовике, который оно определяет, как любой автомобиль шире 2032 миллиметров. Обычные F-150 шириной 2029 миллиметров специально, но Raptor с его расширенными арками уже шире 2032 миллиметров, поэтому ему уже нужны оранжевые фонари. В Ford интегрировали их в решетку, просто чтобы сделать его круче. Еще крутая особенность у всех пикапов есть задняя дверь, естественно, но у Raptor задняя дверь с электроприводом. Нажмите кнопочку на брелоке и задняя дверь тотчас для вас откроется, чтобы вам не пришлось заниматься племейскими вещами, как открытие задней двери вручную. И когда задняя дверь опущена, вы захотите залезть внутрь. На самом деле забраться сюда сложновато. К счастью, Ford придумали, как это сделать гораздо легче. Нажимайте на эту маленькую штучку и достается ступенька, но даже так будет тяжело. Я же не хочу упасть, поэтому... Бум! Бум! Теперь у меня есть поручень. Посмотрите-ка. Смотрите, как это было легко. Даже идиот сможет залезть в кузов этого грузовика, прямо как я. И убрать поручень до смешного просто. Нажмите кнопку 1 и задвиньте его вниз. Затем нажмите на рычаг 2 и его нет. Все внутрь грузовика и заведя его, вы увидите одну из крутейших заставок, которую я видел при запуске машины. Вы также заметите, что у Раптора есть все функции безопасности новой люксовой машины, включая электронную систему удержания полосы, радарный круиз-контроль, предупреждение о столкновении, систему контроля слепых зон, радар, который встроен в задние огни. Среди всех этих функций безопасности вы могли также заметить пункт под названием трейлер Блисс. Это система контроля слепых зон для прицепа. Все верно, система контроля слепых зон в этом автомобиле такая продвинутая, что она не ограничивается самим грузовиком. Прицепите прицепы, система контроля слепых зон даст вам знать об автомобилях в слепой зоне вашего прицепа. Другая крутая функция безопасности у Раптора есть камера заднего вида, как у большинства машин. Переключите на заднюю, и камера появится, но моя любимая часть камеры кругового обзора, оказывается, показывает Раптор. Это крутое внимание к деталям, а это мог быть стандартный F-150, и никто бы и не заметил. Другая одна из моих любимых особенностей Раптора, это фонари в зеркалах. Нажмите небольшую кнопку в кабине, и загорается светодиодный фонарь на зеркале. И это на самом деле полезнее, чем вы можете подумать. Вот вы едете по темной дороге и собираетесь припарковать машину, и выйдите, включите фонарь, и он будет освещать все вокруг, чтобы вы могли видеть, что именно находится вокруг вас. Вы даже сможете понять, где находится бордюр, если вы попытаетесь припарковаться в тесном месте ночью. У Раптора много кнопок на рулевом колесе, большая часть из них вполне очевидна, но моя любимая кнопка мод. Она управляет не режимами магнитолы, а режимами езды. Например, нормальный, спорт, погода, грязь-песок. И самый лучший. Режим Баха, который делает четче переключение передач, держит передачу дольше и улучшает отзывчивость педали газа для скоростной езды по пустыне. Другая крутая особенность рулевого колеса Раптора, на нем есть лепестки переключения, и это даже высококачественные металлические лепестки. Много ли вы знаете пикапов, в которых можно переключать передачи лепестками на руле? И говоря о переключении, поставьте Раптор на драйв, и приборная панель покажет вам подтверждение того, что у вас на самом деле 10-скоростной автомат. Взгляните на это, вы когда-нибудь раньше видели, чтобы у вас загоралось на приборной панели с 1 до 10? На экране приборов также есть много других крутых вещей, как, например, иконки статуса езды по бездорожью. Поверните руль, и она покажет вам точное значение градусов, на которые он повернут, и в какую сторону направлены колеса. Довольно полезно на бездорожье. Но статус езды по бездорожью не только показывает угол рулежки. Я припарковал грузовик на уклоне, и зацените, что он пишет, он показывает угол положения грузовика, что может быть чрезвычайно полезно, если вы на бездорожье. Также на приборной панели есть шкала давления турбины, непривычное зрелище в пикапе. Что еще мне нравится в этом грузовике, так это его заднее окно. Во многих пикапах есть такая штука, которую вам надо отпирать и сдвигать, и это трудно, неудобно. Но в этой тачке есть такое волшебное окно внутри окна. Мне кажется, оно классное. Вы нажимаете небольшую кнопку над кнопкой люка, и окно просто раздвигается на стеж, как по волшебству. И затем нажмите снова, и оно закрывается. Это полезная вещь. Другая крутая штука, это потолочные переключатели. Раптор поставляется без какого-либо внешнего освещения для бездорожья, или подобных электронных аксессуаров. Но если вы хотите их установить, то кнопки уже есть. Прямо на потолке, поэтому вы можете установить аксессуары, без необходимости добавлять в салон какие-нибудь уродливые, неуместные переключатели. Другая вещь, которая мне нравится, это огромная центральная консоль. Просто посмотрите на эту штуку в сравнении с обычным стаканом из Старбакса, и представьте, сколько вещей вы сможете сюда положить. Любопытно, что бардачок напротив не особо большой. На самом деле в него даже не помещается инструкция владельца. Он с ней уже не закрывается. Не говоря уже о всех остальных книжках, которые прилагаются к грузовику. Я подозреваю, они решили, что любые вещи, которые вы можете взять с собой, вы можете положить в центральную консоль. Раптор также предлагает некоторые поразительные функции буксировки. Раньше, чтобы сдать задом с прицепом, вы просто переключались на заднюю, как бы смотрели в зеркало и надеялись на лучшее. Теперь все иначе. Раптор может распознавать прицеп. Фактически вы можете даже имена присваивать своим прицепам. Мой прицеп, я думаю, я назову его... Ммм... Так. Затем мы должны поговорить о клетчатых наклейках на прицеп. Это вот эти штуки. Они прилагаются к Раптору, когда вы его покупаете новым и приклеиваете их на прицеп. Затем система камер Раптора использует их как ориентир, чтобы понять, где именно находится прицеп, когда вы пытаетесь сдать назад. А вот безумная часть. С приклеенными наклейками вы можете рулить Раптором вместе с прицепом, используя только эту крутилку. Забудьте про руль, грузовик сделает все остальное. И так становится вполне понятно, почему Раптор стоит настолько дороже обычного F-150. Но чтобы действительно это доказать, я должен сеять за руль. Ладно, время водить Раптор. Давненько я не водил пикап. Первое, что замечаешь, он тихий. Супер тихий. Стоим на светофоре, ничего не слышно. Смотришь на него снаружи и думаешь, что это какая-то машина... Для Бахи типа... А оказывается он довольно люксовый. И это одна из крутейших вещей в этом грузовике. У него как бы есть это ощущение люксовости, только взгляните на все эти замечательные функции и прочее. И при этом мы в безумном внедорожнике. И еще он разгоняется с нуля до сотни, как спортивная машина. Огромные зеркала. Это безумно. Они такого размера, как ноутбук. Ладно, поехали. Планируешь покупку F-150? Заходи на автору, там есть из чего повыбирать Ссылка есть в описании под этим видео Очень быстрый И знаете, что любопытно? Он кажется довольно безопасным Когда я был в том LM02 И мы ехали с такой скоростью Это было, боже, мы сейчас перевернемся Эта машина кажется довольно безопасной Другая вещь, которую я заметил Здесь шумоизоляция Я думал, он будет греметь на скорости и прочее Вы слышите шум, который звучит довольно хорошо на самом деле Особенно для шести цилиндров Но вы чувствуете себя достаточно огражденным от этой мощности Вы можете попасть в серьезные неприятности с этой тачкой Потому что вы так отделены от дороги Что когда топите, то не чувствуете, что делаете Что-то безумное Потом смотришь вниз, а ты уже едешь 120 Ладно, я сейчас на десятой Пробую вдавить газ И опустились на пятую Это был моментальный сброс пяти передач Другая интересная вещь Рулежка не кажется такой уж и размытой В большинстве грузовиков, которые я водил Самая большая претензия, которая у меня есть И причина, по которой я бы не захотел себе пикап В том, что вы можете крутить руль сантиметров на 10 Перед тем, как он изменит свое направление А здесь не так Я не говорю, что это прямо спорткар Но он оказывается довольно проворный Он кренится немного Но мы же говорим о большом пикапе, который создан для бездорожья Рулежка удивительно точная И крен удивительно умеренный Ох, блин Ну он и валит Он валит и звучит так хорошо Что я уснил о машинах, в которых звук искусственно направляется в кабину Я знаю, что он не настоящий Но я перестаю об этом думать, потому что он звучит довольно хорошо Но мне правда кажется, что я здесь не испытываю никаких посторонних ощущений Он определенно кажется более люксовым и комфортным, чем я думал И он на самом деле не кажется таким большим и неуклюжим, как я боялся Это большой пикап, бесспорно Но знаете, большие внедорожники, как Сабурбан и все прочие теперь похожи по размеру Он не кажется абсурдно большим, каким он казался, когда впервые вышел 10 лет назад А вот мы в потоке, и это вполне обычный опыт Как он хорошо переезжает кочки Я знаю, что тут огромный ход подвески, но он гораздо плавнее на кочках, чем мой рейндж-ровер В спортивном режиме я могу рвать с места и сжечь Или, если хочу, могу просто расслабиться и спокойно ехать в своем комфортном грузовике Это с ума сойти Тут есть лепестки переключения, мы в гигантском пикапе и тут лепестки переключения И это почему-то кажется правильным Мне нравится эта тачка, я знал, что он мне понравится Я ездил на старом, я подозревал, что он будет замечательным Его возможности простираются дальше без дорожных качеств Это одна из причин, по которой я рад, что ездил по асфальту Он быстрый, он комфортный, он довольно изысканный Кажется, что он может делать что угодно И он не такой большой, как я ожидал, и не такой громоздкий, и неповоротливый Я действительно не понимаю, почему никто до сих пор не выпустил настоящего конкурента этому грузовику Форд продает их по рекомендованной производителям розничной цене, которая давно не меняется И на них огромный спрос, на них очередь Люди записываются за месяц, чтобы их купить И этому есть причина, эта поездка наглядно показала вам, в чем она заключается И это Форд F-150 Raptor 2017 года Я бы с удовольствием взял его на бездорожье и выяснил, на что он действительно способен К счастью, у меня будет возможность это сделать в другой раз Но сегодня я продемонстрировал все поразительные преимущества этого грузовика Стиль, мощность, заряженность, опыт вождения Потрясные дополнения для бездорожья и крутые особенности И я даже не говорил про перепродажную стоимость, которая поразительна И расход горючего, который на удивление умерен Этот грузовик – классная машина многоцелевого назначения И она стоит каждого из 65 тысяч долларов Раптор В отличие от большинства пикапов Лучше снять это Я бы тут не бегал, тут же есть тротуар Я бы предпочел его, но мы все принимаем решения в своей жизни Готовы ехать, поэтому Перевод и озвучка от студии Экзосфера Перевод и озвучка от студии Экзосфера